я пришла к маме сегодня печь виденский штрудель и мы потом отдельному видео я выпущу этот виденский штрудель такая неприятная ситуация произошла и мы сидим с мамой штрудель хватает что ты делаешь так это я не буду показывать и сядь я же не буду вам голый диван снимать я снимаю тоже говорю же позвонила раиса алексеевна сказала что она ремонт делает сказала что положила 15 тысяч она делает ремонт в кухне положила 15000 за мебель мебель стоит 15000 кухне положила в этом новую 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 кухню современную стоит 12000 и как положила я в зал тряпочкой накрыла а когда перетаскивали кровати ну это два дня назад было до часа решила посмотреть взять деньги завтра платить надо их нету звоните начальнику и скажите чтобы во всех группах фейсбука везде она это по объявлению газеты маму организации какой-то маму группы обычные вот эти ну как частные люди и попробуй теперь докажи это очень плохо не докажешь и он не захочет делать уже да причем они сделали ушли мебель она заказала уже должны привести во вторник она я тоже удивилась она делает ремонт уже 85 лет она говорит а что мне делать кто такому что делает ремонт хочет что-то и более нормально она красивую хотела современную завтра если что приедет племянница или внучка не будет смотреть современную продать но она хочет пока она живет чтобы что-то пока живет хочет жалко на бедно у нее аж голос дрожал конечно 15000 потерять мам а как можно люди которые работают неужели думают что она не кинуться как можно украсть как можно деньги ну как можно все равно же человек бросится искать так дворы об этом не думают они берут и сейчас она позвонит в милицию то есть позвонит этому сергею их нему бригадину скажет но я не знаю что может сказать миша скажет я не брал и все а он один работал а если с кем-то то еще хуже он скажет я не знаю не по-моему они таскали так кровати несколько человек кровать он один не может таскать с кем-то значит тот наверное может он не взял а тот кто кровати таскал помогал ему нафиг этот ремонт ей нужен ну это не твои проблемы захотела делать но что ты хотел рассказать помнишь я тебе говорила что вот тут если я тоже играю ну просто отгадываю кроссворды и что мне это уже время значит рассказали черниговской области вот я тоже заполнил заполнила тут нам это для лохов но дальше для лохов для лохов я просто заполняю одна женщина взрослая старенькая бабушка угадала смазарилась на угадала все там про деревья что-то было где то есть там газет заполнила купон этот бесплатный позвонила им и они на нее клюнули и там это триста семьдесят тысяч что в общем какой-то такой выигрыш она выиграла триста семьдесят якобы якобы а я так смотрю думаю боже какая ты дура вам тоже один раз одеяло везла но это одеяло я взяла так а это уже понятно это на расстоянии и они стали ей да вы выиграли поздравляем но вы должны у нас купить кое-что и начали высылать все время порошки вот это все это все причандали показал дед полная комната этих порошков потом вот эти для туалета все и общем выманили с них 50 тысяч гривен что у них лежало на смерти это говорят пенсионеры бедные у нас я удивилась дой боже откуда в нее 50 тысяч этого я всю жизнь работаю 5 не могу собрать да лохи да лохи это знаешь 50 тысяч собрать тоже надо уметь иметь мозги ну знаешь что во первых смотри в селе хоть и работают тяжело если хозяйство держат ничего не покупают огород тоже ничего мы же все покупаем все абсолютно от морквинки до зеленинки как говорится а они ничего не покупают так я так смеялась когда по программе время показывали черниговская мама мне звонила дают я угадала даже не думай даже не сами опрос а зачем звонил а зачем звонила спрашивал а зачем звонила спрашиваю утвердила просто легкая надежда была лучик лучик надежды был а вдруг это они специально такие легкие слова дают чтобы угадать там буквы переставить а я просто заполняю и просто не надо это очень вредно и просто тоже не надо не развиваю свою не надо развивать и развитая мам ты раз я так смотрю такая бабка знаешь такая старенькая бабка а дед говорит вот куда нам это все девать и она и они говорят что он говорит я ей говорю что остановись остановись она нет нет надо еще и еще знаешь когда присылают надо деньги заплатить а когда обещали деньги дать уже не обещали раскрыли уже да они корреспонденты разбирали пошли пошли в эту фирму искать так эта фирма в киеве было зарегистрировано в каком-то селе на одну женщину они пришли в ворота стучат говорит вы такую фирму знаете я забыла уже эту фирму не я не уникала она говорит да знаю ага это почему вы людей обманываете дедушка ей говорит что остановиться эту женщину спрашивают а как вы можете так людей обманывать я вообще не знаю где-то на кого-то оформлено на меня оформлена эта фирма а пошли искать в киеве вообще там даже по мини по этому адресу уже сколько аферистов а почему же они разрешают такие вещи делать мама там наверняка наверняка где-то написано мелким шрифтом что редакция газеты не несет ответственность за опубликуемым материалом наверняка там потом потом посмотрел где-то мелким шрифтом должно все равно не надо делать вещь люди еще есть что могут повестить а зачем 50 человек складывал всю жизнь на похороны и отдался ну будет жить долго значит не будет умирать пока но это что-то ужасно ашу детей нету этих родителей чтобы объяснили пошла ты одиала купил наш такой скандал сделала что азат налоговую пошел мы мы это это редко кто найдет только тому могли найти потому что они тоже неизвестно где что через налоговую через какой-то фикса какой-то чек в общем они просто поняли что до них добрались и поэтому они тебе вернули деньги они спокойно даже сказали подушечку оставить подушечку мама с папой купила одеяло какое-то или что-то купила одеяло одеяло и там обещали подушечку подарок короче это одеяло она купила чтобы было ясно у меня тогда знакомая купила спальню за 4000 а мама купила одеяло купили имена не хочу говорить купила белую спальню это была кровать шкаф пуфик пуфик трюмо это конкретно спальня стоило 4000 гривен тогда еще а ты купила просто одно одеяло это было так дорого я когда это узнала я по-моему напилась кричала в трубку я бы я вообще чуть ума не сошла я понимала что они оформили кредит то есть мама была уже с папой пенсионеры и на них оформили кредит и когда света сказал они пришли какие-то такие вот слегка такое ощущение что выпили а это вас так а так обработали там в общем я помню что выпила водку я не знала что мне делать я вообще думала я умру я просто умру притом зная какая мама у меня экономная какая я то есть как это все пережить когда надо каждый месяц платить потом эти деньги в общем азат предпринял кучу мы мы очень много людей подняли все и мы нашли какой-то адрес потому что невозможно в киеве найти это практически нереально это было нереально найти и мама взяла одеяло в зубы в двенадцать часов ночи на автобус киев и двенадцать часов ночи поехала в киев еще стоя бы не было мест кошмар просто кошмар и мама так нашли мы эту фирму адрес и ей молча отдали деньги не какую-то часть какую-то часть вы потеряли вы же взнос сделали они сделали взнос какой-то там еще тут у нас городе и подушечку оставили это вам подарок подарок чтобы приехали то есть потрачены были нервов столько было под я помню что я несколько дней была в каком-то таком состоянии и марлена приходила ну ничего зато все живо она говорила я буду причем здесь это ну как можно было лохануться у таких людей как азат и я где мы вообще не лохи наши родители тоже не только я там не тише они когда приехали там много люди брали там не только я брала но вот с вами не надо чтобы наши мои родители это не допустимо я я лоховство на на километрах красиво рассказывали чего состоит все что это очень полезно замыливают короче мама они оформили на маму и папу они пришли очень счастливые все это говорит у меня в бармен света она когда не пришли очень сильно счастливые и показали мне подушечку что 4000 они там одеяло но вот такая подушечка у них подушка есть еще если это было что-то с чем-то 1 раз жизни моя ошибка вы представляете в те года это было лет 13 назад они же не было они не родилась еще они не было тогда 4000 большие деньги были я помню что она купила спальню цену за 4000 считал хорошая дорогая спальня белая красивая а вы пошли одеяло одну купили не это был еще кредит а кредит вы сразу какие-то деньги внесли до они просто твари они сразу сажают человека с банка я это просто грех я не знаю тут это же люди они потом аферисты люди приходят себя они же проклинают боже какая карма этих людей это же на детях потом отражать но это просто ужас это просто вот так эту бабушку видишь тоже бедный тот дедушка говорит может хватит уже целая комната уже моющие средства какие-то дедоранты которые срок годности прошла кошмар кошмар просто она показывает бабушка такая завязана платком боже мой уже куда мне это все делать она поняла уже или поняла да ну считай что респонденты пришли уже считаю что потеряли она сказала что у нас было 50 тысяч и все они выцеганили нас каждый раз я платила и наложным платежом приходят товары и надо заплатить понятно вот так наживаются люди видишь наживаются сколько можно было за эти деньги купить фруктов какой фрукты они тебе старые люди они на похороны держали хотели детям помочь помогли дети теперь будут обеспечены дезодорантами и порошком не надо работу с родителями проводить надо как-то с ними общаться если часто дети общались они бы поняли что то не то значит дети редко общались или не было когда ты часто общаешься с родителями но вообще когда такие ситуации случаются может и может где-то в подъезда если бы дети были если вы знали бы хотя бы по телефону если даже слышали что с родителями творит ну по-любому чухают взрослые люди что это что-то не там я как узнала я просто поздно узнала а ты двери не открывала база же хотел с собой говорит и не открывала двери не хотелось не разговаривать чтобы он хотел выяснить ну как бы подробности там какая-то такая зацепка была когда пришел я показал это потом ты уже когда ты он уже зашел домой там какая-то они оставили след в чем-то они оставили след и вот через налоговую как-то вот мы выяснили вот азат вы только назад мог такое выяснить и поэтому мы адрес узнали она не докажет она не докажет доказательство парень и не виноват вообще он бедный рассел аксиевна сша ужасно где на 15 тысяч на ветер выбросить тоже ужасно подарок на новый год сделали да так она должна в мебель заказали мебель заказали она по-любому мебель должна забрать значит еще пойдет с ними все с ними а может упали где-нибудь она хорошо посмотрела она говорит я я на положила на диван и накрыла тряпочка я не помню я никуда не перекладывала они должны были там быть и должна была во вторник отдать ну в своем доме она еще наивная такая верит всем вложим кошелек положить где-то в сумку вообще не знаю это знаешь как могут вернуть это когда обратиться каким-то ребятам которые вот как у например украли у нас в императоре у девушки кошелек и сержик узнал кто и сказал верни потому что моем заведении это украли и тогда тот парень вернул 5000 евро это было 5000 евро вернусь это благодаря сержику если не сержик он просто серый просто знает например кто чем занимается плюс-минус нет никто нас не дарил это тоже так но нужно было хотя бы рублей 500 если бы не он так эти деньги она бы не увидела это тоже неправильно теперь так не надо нам ради бога а чё с такими деньгами идти в кафе но больная слушай разная по-разному бывает может после получила там не знаю не знаю короче но при мне при мне парень вернул при мне 5000 евро или 5000 долларов не помню ну в общем при мне пересчитали она он принес я просто их свела знаешь когда такие деньги теряются большие может быть и ты их сам не заработал может быть как-то и не жалко и не чувствуешь вот эту боль сколько прошло мамам 10 минут 10 минут да ой да разные люди разные взгляды ты розу мою уже телефон выставил да ничего не писали что руки золотые писали много хороших руки золотые и так далее а поняли как вы поняли да но я не знаю там не писали пробовали нет но во всяком случае много хорошего писали я бы хотела чтобы выставила тут блокноты найду выставлю когда найдешь лена говорит что мы его никуда не клали азаду по моему отдали я спрошу азад это напомни мне что я спросила я забываю я его даже где-то видела где ты его видела надо мне найти там наверно где книги твоей но не дома у меня точно это где-то на складе но не дома это видела андрюшка ничего не писал нет он сердечки ставят там ну как-то видно что он смотрит класс ставит писать много же не невозможно как ну вот это закруглять почитаем не так же давай наговорились хорошо на базаре было да покупайте у меня это самое она спекла горбузовый кекс из циклы я бы я не люблю вообще такую тыку особенно печеные стеклы она говорит ну попробуйте ну попробуйте я не люблю и она спекла такие маленькие кексы и продавала продавала и говорит покупать ягу я ягу если я захочу я сама что хочет пеку и она она меня она смотрит тоже тебя она смотрит тебя тоже ты всегда в нее зелень покупаешь я в нее попала даже цветы на кладбище я попала в нее и сажала там и она сама говорит это голову поворачиваю она стоит вот так вся в маске шапка у тебя уже на улицах узнаю скоро автографы будет брать покупайте кексы ягу нет я я во первых бисквитное тесто я в самом деле я бисквитное тесто не люблю я люблю песочные люблю дрожжевое очень ну давай тогда сделаем это зеленое за новый год куплю перец одну тарелочку так что показать как раз и видео там так у меня уже нету черники это что у меня есть черника заморожена это принесешь мне много сделаем сделаем а что там его да я просто варить долго два два с половиной возьмем а нельзя дома мне там сварить меня покажу сварить нельзя мне так не сделаешь надо шум бульон светлый был он на медленном надо на медленном а где надо это часа два с половиной но я свой возьму маленький маленький совсем один можно одну тарелку свиной возьму нам надо же показать нам надо процесс показать какая разница давай я к тебе приду даю же тебя ну давай придешь ко мне лучше да я у себя и сниму пошли я не выдержу тут у меня дела столько мы сейчас мама идем тесто как мы делаем виденске раскатывать тесто но я это отдельном видео выпущу все пошли мы